Программа «Кругозор» и я ее ведущая Виктория Муратова. Здравствуйте! Каждый год 9 мая отмечается один из самых важных праздников в нашей стране – День Победы в Великой Отечественной войне. Эту дату свято чтут не только в России, но и в других странах бывшего СССР, а также в мире. В День Победы мы вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов, которые разгромили немецко-фашистских захватчиков. Традиционный парад в этот день открывает знаменная группа с красным знаменем Победы. Традиция соблюдается с 1965 года, когда на парад был вынесен штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, который советские солдаты подняли над Рейхстагом 1 мая 1945 года. Позже знамя поместили в Музей Вооруженных сил, а на парад выносят полную копию флага. В городском округе Егоревск депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов приняли активное участие в организации и проведении праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Утро 9 мая началось с парада. Внимание на экран! 77 лет назад наша страна одержала победу над фашизмом. Но мы помним, какой ценой нам досталось мирное небо. Со слезами на глазах и с гордостью в сердце. Каждый из нас вспоминает о родных, которые самоотверженно сражались, работали в тылу, и тех, кто погиб в плену. Ну, во-первых, этот праздник свой вклад очень огромный дает в развитие общества, в патриотизм, в любовь к родине. Потому что нельзя забывать, все должны помнить, что мы освободили свою страну, мы освободили Европу, мы освободили весь мир от фашизма. Если бы ни Советский Союз, ни Англия, ни США, все были бы пропащены. И поэтому сегодня, когда на Западе начинают забывать, кто их освободил, там поднимает, и уже подняли голову, нацизм, фашизм, сегодня очень важно, вот та операция, которая проводится на Украине, по динацификации. Потому что, если этого не сделать, то в будущем фашизм поднимет голову, и опять могут быть воины. Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата, и отдать дань благодарности за героический подвиг живым. Память живет столько, сколько жив человек. Поэтому так важно передать свой опыт и знания молодому поколению, указать верный путь, чтобы они не допустили ошибок прошлого. В детстве мы… Всегда я ходил к деду, к ветерану Великой Отечественной войны. Он прошел до конца всю войну, служил в разведке, и всегда я ходил к нему поздравлять. Он очень был рад этому. К сожалению, его уже не стало, но вот в память о нем мы всей семьей ходим всегда на парад Победы, почтить память, возложить цветы, и прививаем это своим детям. У меня трое детей, поэтому я думаю, это нужно, чтобы они росли патриотами России, знали историю нашего города, нашей страны. Думаю, позитивные, потому что все-таки мы смогли победить, мы одержали эту победу, неспроста все празднуют этот праздник, очень много народу собралось, и мы ходим, раздаем ленточки в честь этого прекрасного праздника. Мы сидим, пролистываем альбом, у нас есть альбом с моим дедушкой, который служил, моя семья вскоре придет тоже сюда участвовать. Странные для меня, всегда странные. С одной стороны восторг, с другой стороны память о погибших, но все-таки это праздник. Наверное, 9 мая должен вызывать радость, у всех счастье, из-за того, что мы сегодня живем благодаря нашим отцам и дедам, которые участвовали в войне, огромной кровью победили. Дай Бог всем ныне еще здравшимся ветеранам здоровья, 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 чтобы они еще долго-долго жили. Каждый взрослый должен своего ребенка брать, приводить вот на такие мероприятия, рассказывать ему. Наше государство должно финансировать фильмы прекрасно о войне, которые вот последние были сняты, замечательные, да, все мы знаем Т-34, вот сейчас Девятаев, ну много фильмов. Родители должны об этом заботиться. В торжественном параде приняли участие военнослужащие воинской части 48-905, сотрудники Кинологического центра полиции, курсанты и преподаватели Егорьевского авиационно-технического колледжа, а также воспитанники военно-патриотического движения Юнармия. Сегодня мы отмечаем 77-го годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Являясь начальником штамма движения Юнармейского движения Егорьевского юнармия, мы прививаем ребятам патриотизм к Родине. И они с гордостью несут знамя юнармейского движения, знамя Победы. Я патриот своей страны, и для меня было очень важно вступить в ряды, чтобы почтить подвиги наших прадедов, дедов. Мы всегда с семьей ходим на парады, в бессмертный полк. Вот в этом году мне довелось поучаствовать в параде. Это очень, безусловно, важный день, потому что мы должны помнить подвиги наших прадедов, потому что без прошлого не будет и будущего. Радость за свой народ, за своих граждан и национальную гордость. В 2022 году, после двухлетнего перерыва, прошла акция «Бессмертный полк» в очном формате. Общее число участников шествия в России превысило 12 миллионов человек. Акция «Бессмертный полк» – мероприятие, ставшее традиционным для нашей страны, государств ближнего и дальнего зарубежья. Основной целью этого общественного гражданско-патриотического движения является сохранение памяти о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны. В акции «Бессмертный полк» в Егоревске в этом году приняло участие 15 тысяч человек. Когда видишь такое количество людей, невольно вспоминаешь слова из кинофильма «Офицеры» «Нет в России семьи такой, где б непамятен был свой герой». Тот период истории нашей страны отмечен небывалым подъемом народного единения и патриотизма. 23 июня 1941 года в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Каждый военнообязанный был готов отправиться на фронт. Допроводцы буквально штурмовали военкомат. Многие не вернулись домой с полей сражений. До сих пор неизвестна точная цифра погибших в этой войне. Мой один дед, который прошел всю войну, это второй дед, который в концлагере погиб, и я ездила, забрала землю и похоронили на нашем кладбище. Это мой отец, это дядя, это моя подруга, лучше это сестра, а это тоже мурманский летчик. Вот мы их всех несем, мы каждый раз ходим и возлагаем цветы, и устраиваем праздники, и любим их, гордимся ими, и желаем вам всего того же. Я сегодня в образе, я иду со знаменем, если вы заметите, 44-й стрелковый полк, 42-й стрелковой дивизии, 2-й армии, 2-го Белорусского фронта. Командующий был, как вы знаете, Рокоссовский. В этом полку, в 44-м, служил мой дядя. В 17 лет он ушел на фронт, в 18 лет освобождал Белоруссию, Польшу. Я сегодня с его, это самое, орденом славы третьей степени погиб, он освобождая Польшу. Вот. Там был и захоронен в городе Остроленке. Я сегодня в его образе иду с его флагом. 9 мая депутаты нашего городского округа вместе с активистами Единой России поздравили Егоревских ветеранов. Участникам Великой Отечественной войны вручили подарки и письма с пожеланиями и благодарностями. Часть поздравлений сопровождалась выступлениями оркестра и вокальных коллективов. А волонтеры молодой гвардии раздавали георгиевские ленточки в общественных местах. Время немолимо бежит вперед. Сменяются поколения очевидцев и участников военных действий с каждым годом становится меньше. Те, кому позволяет здоровье выходят на Парад Победы. Другие празднуют этот день в кругу семьи. По традиции С Днем Победы ветеранов поздравили депутаты городского совета. Военный оркестр и Центр досуга народного творчества «Родник» выступали перед домами ветеранов с небольшой концертной программой в качестве подарка. Помнит Вена Помнит Альпы И Нуда Дорогие горевцы, я поздравляю вас с этим великим святым праздником Днем Победы. К сожалению, каждому нашему поколению достается какая-нибудь война. Но мы народ-победитель и этот народ-победитель оправдывает свое имя и победа всегда будет за нами. Я вас поздравляю, желаю здоровья, веры в свои силы. Война застала Евгения Тихоновича Трофимова совсем юным. В 1943 году он отправился на фронт. Сначала служил в строительном батальоне, а затем работал на оружейном заводе. После войны помогал восстанавливать разрушенное хозяйство. Связистка Зоя Григорьевна Логачева до войны преподавала в школе в начальных классах. Эти люди точно знают цену мирному синему небу. Я вас тоже поздравляю с великим праздником Победы. Желаю всем крепкого здоровья, всех земных благ и тихого неба. Арсен Саркисович Огонян вступил в ряды Красной Армии и участвовал в боях за Севастополь, а затем в освобождении Прибалтики. Берегите Россию. Хорошо. Берегите Россию. Как наказ ваш. Америка там гавкает. Берегите Россию. В день Победы мы желаем друг другу мирного чистого неба, а ветеранам здоровья и процветания. Пусть память о тех подвигах и героях будет жить вечно. В этом выпуске мы покажем сюжет про женский бодибилдинг. Познакомимся поближе с нашей командой, а также узнаем о категориях женского бодибилдинга и основах этого спорта. Не пропустите, будет интересно. Ну а на этом наш выпуск завершен. С вами была программа «Кругозор». Увидимся ровно через неделю в 21.00 на телеканале ТВ «Мост». Пока! Редактор субтитров А.Семкин